Всем привет! С вами видеоблог WarStory. И сегодня такой необычный выпуск по обстановке. Он будет не очень долгий. Видео это вы смотрите в режиме премьера. И ещё я вот этот момент проясню. Что это за режим такой? Прямо сейчас в данный момент, вот здесь вот слева, если вы его в режиме премьера смотрите, здесь слева есть чат. И в этом чате мы можем общаться. И я в этом чате тоже нахожусь. То есть мне можно прям напрямую писать в комментарии. И я там буду отвечать. Итак, сейчас пятница. И уже на следующей неделе будет выставка в Соединенных Штатах Америки. Это выставка SOS. Show of Shows. Это одна из самых больших, если не самая большая выставка военного антиквариата в мире. По крайней мере по нашей теме. И это уж точно самая большая выставка, на которой представлено немецкое антикварное холодное оружие. А также ещё там есть и советское, и наше отечественное русское холодное оружие иногда проскакивает. Такое бывает. Но не всегда. И вот я хочу собственно и сказать, что туда я еду. Билеты уже куплены. И на следующей неделе будет такой марафон. Будет бешеное контентогенерирование. Потому что я уже приготовил все батарейки ко всевозможным записывающим устройством. То есть я буду делать сториз и фотографии в инстаграм, которые пойдут. Сюда я буду в сообщество тоже публиковать некоторые картинки. И к вам я сейчас обращаюсь для того, чтобы поинтересоваться. Какие вещи вам интересны к просмотру и к таким вот экспресс-обзорам с прилавков. Потому что там есть в принципе возможность. Есть какой-то запас времени, который я могу потратить на вот эти микрообзоры. Может быть что-то там по минуте, по две. Какие-то вещи прям брать с прилавков и их обозревать, показывать, что называется на телефон. Сразу же снимать. Я уже задавал вопрос такой не так давно. И собрал некоторое количество фидбэка. Собрал некоторое количество обратной связи и вот ваших интересов. Чтобы вам интересно было бы посмотреть. Эти моменты я даже записал. И вот сейчас вот я прям специально для этого видео выпускаю. Вопрос короткий и заключается в следующем. На какие вещи мне обратить внимание для того, чтобы снять вот такой вот маленький микрообзор на коленке прямо с выставки. Я буду выискивать эти вещи. Самые вот такие вот собравшие больше всего запросов. Буду выискивать эти вещи. И если буду их видеть на прилавке, то вот собственно их снимать. Как фотографии, так может быть и коротенькие видео. Может быть даже вот в формате там общения с продавцом можно будет заснять какие-то ролики. Что это может быть? Это могут быть какие-то вещи по обмундированию. Возможно вот меня спрашивали про флаги, про какие-то знамена, про вымпелы. Это все интересно. Это есть у западных продавцов. Есть у западных коллекционеров, которые также туда некоторые выезжают. Просто показать свои вещи даже не продают. Например, в прошлый раз по охотничьей тематике и по тематике стрелковой такие выставки были, которые not for sale не продается. Просто вот можете посмотреть. То есть человек приходит просто похвастаться. Это могут быть вещи, которые не совсем в тематике канала. То есть, например, какое-то европейское холодное оружие или еще какие-то вещи. Интересно в общем, что бы вам хотелось посмотреть. А также я еду в Луисвилль. Луисвилль это штат Кентукки. И там есть какое-то количество музеев. Если у вас есть, опять же, какие-то по американским музеям предпочтения, я тоже с удовольствием выслушаю, что вам интересно посмотреть. Может быть военные музеи. Может быть музей техники какой-то. Не только военные. Там же и алтаймеры тоже достаточно активно развиваются. И алтаймеры показываются. То есть машины старые из разряда 50-х годов и так далее. Поэтому еще раз призываю вас пишите. Обозначайте свой интерес. Самые интересные темы буду освещать. И также еще хотел задать вопрос. Сейчас Кирилл подал как раз идею. Как вам история с обзором вот этих вот антикварных лавок. Потому что кто-то говорит, что там слишком много бытовухи американской. Это не особо интересно. То есть такая тема даже не параллельная с каналом, а немножко совсем другая. То есть такой бытовой антиквариат и бытовые вещи просто старые. Ну а кому-то наоборот нравится тема американского быта. И это может быть интересно. Поэтому этот момент я тоже хотел бы прояснить. Пишите тоже свои мысли на этот счет. А для тех кто хотел бы сделать себе подарок на 23 февраля и пополнить как-то свою коллекцию интересным коллекционным материалом. Пишите. И я могу для вас что-нибудь поискать. Какие-то интересные вещи. На данный момент у меня есть заказы от европейских коллекционеров. И на данный момент есть заказы даже от канадцев и от самих американцев. Через инстаграм меня попросили найти какое-то количество вещей. И я вам обязательно покажу те вещи, которые я нахожу для наших западных коллег. Кстати вот есть такой момент. Тоже будет интересно. Потому что они ищут такой специфик своя. В общем пишите на warstory.ru собака яндекс.ру. Этот адрес будет в описании. И тогда я вам за ваши деньги найду такую вещь, которую очень хотел бы себе. Прям вот это отражает тот момент. И отражает принцип моей работы. И конечно же я хочу напомнить, что по умолчанию те вещи, которые я нахожу, я могу показывать здесь на обзорах. И собственно чтобы люди видели какие предметы бывают. Какие предметы идут в коллекции. Как нашим коллекционерам, так и западным. Всё. На этом я обзор такой. Выпуск короткий по ситуации заканчиваю. Следующее включение уже будет из Соединённых Штатов Америки. На следующей неделе в понедельник я уже туда вылетаю. Всем вам доброго вечера. Хороших выходных. И увидимся в следующих видео. Ну мы с Кириллом посовещались и подумали, что наверное это будет слишком резкое окончание видео. И поэтому ещё будет небольшой бонус трек. Для того чтобы вы не подумали, что мы тут ничего не делаем. И просто решили снять такое халявное видео на пятницу. Вот вам пожалуйста небольшой засвет объёма работ, который сейчас делается. И это видео выйдет уже там на следующей неделе. Самый кор... Ну скорее всего. Вот прямо сейчас так вот заявим, что это видео должно выйти на следующей неделе. Когда я буду в Штатах. Ну а теперь в завершение такая небольшая подборочка удачных дублей из предыдущих поездок. Таких обзоров на коленке. Ну и заранее конечно же я с вами прощаюсь. Всем вам доброго вечера. И увидимся в следующих видео. Ну вот уникальный экспонат. Это дамасский кинжал СА. На цепном подвесе. Это был ранний кинжал, который впоследствии был... Ну то есть он был без цепи, без вот этого пояска. И соответственно... Ну просто как обычно. В 1936 году, когда приняли этот тип ножей, соответственно их переделывали ножны. Вот это один из них. Стоил он 75 тысяч долларов. Вот его, чтобы получше рассмотреть. Ну и для справки он был продан, по-моему, вчера. Действительно экспонат уникальный. Такой вот стол интересный. И здесь особого внимания заслуживает нож Гитлерюгенда. В абсолютно, как вот говорят на западе здесь, состоянии как-то mint condition. Вот в абсолютно свежем. То есть клинок полностью в родной полировке с очень четким травлением. Так, кто это у нас? Оп! Антон Винген. Нож практически без царапин, без каких-то следов времени. Ножны полностью в родной краске. Ну, хотят за него 1250. Это, да, недешево. Ну, можно сказать, что дорого там, относительно, да, обычных ножей. Но вот в таком состоянии, на выставке, на, можно сказать, второй выставке в мире по величине, в таком состоянии, ну, несколько предметов всё. Ну, очень прикольно. Прям вообще как из магазина. Прям порядочней москалом-морской машине. Плесня. Какиеoh детства по валу? Не называется, не знаю. Пять сотен, ну оригинальная, тридцать восьмой год. Вот этот стол привлёк стропорезами, стропорез такая штука, такая тема, которая всегда внимание привлекает, цены на первый взгляд прям заманчивые, вот этот стоит например 450, ну вот если мы смотрим, здесь переклёпанная пружина, вот здесь получается уценёнка из-за получается пружин, вот тут тоже мы сразу видим косячные пружины, это первая модель, это ценник 350. Клеймо SMF, под заполированной, немножко даже подкороченной. Дальше тут же лежит стреснувшей накладкой, уценённый штык с травлением, штык производства Карла Эйкхорна, вот здесь видно его клеймо, ну и у него одного такие были мотивы травления. Тоже видно как это устроена вся система, т.е. вот хвостовик клинка на одной заклёпочке-то всего держится. И кстати вот это я сам не видел, никогда со сломанными накладками CE, рукоять тоже маркирована Карла Эйкхорна фирма. Надеюсь это интересный комплект, это не комплект, по отдельности продаётся, но по японцам. Штык-нож к винтовке системы Арисака. Ранний кстати. С неворонённым клинком, интересно. Шлем японский, 875, а что пишет? Японский, модель 32, боевой шлем, ну типа весь в комплекте с подшлемником и ремешком подбородочным, тут иероглифы. Тут видимо подпись такая, тут же ещё показан кофр под бинокль. Ну вот написано японский на периоды Второй мировой офицерский бинокль с кейсом, с кофром, вот такая вот у него маркировка, такой небольшой бинокль, ну японцы небольшой, бинокль у них тоже не огромный. Японский набор выживания, мясные шарики внутри. Ну это видимо просто для шариков. Пакетик что ли? Прикольно. Японская кавалерийская сабля. Токио, тридцать пятый год. Ну вот и теперь я тут решил небольшой обзор сделать, такой прям на коленке. Увидел у одного из коллекционеров подборку чиновников. То есть это в золочении для старшего состава и можно сказать стандартный. Обратите внимание, характерная Тейкхорновская птица с широким венком на Алкоса, венок поуже. Здесь вот еще интересно, родной темляк, он меньше сам по себе. Видите, вот эта сама шишка, она меньше чем у пехотного темляка, у обычного. Ну и он денег стоит конечно, вот этот он очень редкий. Ну и вот этот очень интересный тип, тоже Эйкхорн. Это получается в золочении он такой винт специальным ключиком отворачивается. В общем вот немного информации по достаточно редким кортикам. Ну и раз коснулся я и начал эту вот тему с чиновниками, то покажу еще один интересный момент. По-моему еще не было такого видео, где три производителя показаны чиновников. То есть вот это Эйкхорн, это пума и вот это классический Алкоса. Можно сравнить птиц. То есть здесь вот, например, видно, ну вот самое такое простое, например, другая форма головы, она отличается от всех остальных. Глаз там видно на голове, перья другие. То есть, ну вот это такая игра, вот знаете, как в детстве. Найди десять отличий, так тут их прямо много. Разная проработка вот этих вот бороздок на обоймице, на рукояти. То есть здесь получается такой, она прям широкая. На пуме и на Алкоса она другой формы. Так, соответственно, головы сравниваем. Ну и вот я их переверну. Одной рукой сложно делать, чтобы просто сразу все сомнения развить, что вот внизу Алкоса, посередине пума, сверху Карл Эйкхорн. Интересно. О, это африканский набор. То есть это набор снаряжения тропического штык на опарных номерах на подвесе брезентовом. Тоже брезентовый же ремень. Вот эти вот зацепы. Пряжка. Все упорно их атрибутируют как африканский, хотя это просто производитель ХРЕ выпускал вот такую вот запатентованную прягу в простонародье называется кокосовая. Она алюминиевая сама колба, шпоном отделана. И это была запатентованная технология просто этой фирмы. Сухарная сумка. Тут же еще шорты. Ну и пряжка на том же самом ремне. Конечно же, куда без шапки. Пробка. Подарок из Африки. Ужас как. Ну и интересно. Вот здесь на прицепе. На прицепе человек везет, не знаю, с реконструкции или с музея орудие, пушку времен гражданской войны. Вот, очень натуражная штука. Ну, судя по следам использования, это все-таки с реконструкции экземпляр. Сейчас очередь создадим, его все объезжают. Ну, все ради вас, все ради подписчиков. Крутая штука, антуражное еще ведро так крутается. Вот, реконструкторы они везде. А, кстати, по-моему, ящик копанный. Там ящик у этого. На ящике фурнитура копанный. Так, мне надо пора завязывать. Импляр. Эрби В Гробр". Продолжение следует...